Всем привет! Меня зовут Владимир Ванин, основатель и руководитель лейбла WowVision. Сегодняшняя тема видео будет про менеджера-артиста. Если вы начинающий артист, возможно у вас появлялся вопрос, а где найти менеджера? Либо же, а зачем мне вообще нужен менеджер? Вроде непонятно, но у всех есть, наверное, и мне надо. Или слэш, другая разновидность вопроса, а что должен делать менеджер и вообще, о чем с ним разговаривать. Вот, прежде чем начнем разбирать эту тему, сайт WowVision.com, вы уже все знаете, вы все понимаете, вам нужно зайти на этот сайт, посмотреть условия, если вы их еще не знаете и обязательно купить нашу дистрибуцию. Переходим к основной теме. Менеджер нужен, как искать и так далее, и так далее. Первый вопрос, самый актуальный, это где найти менеджера и на каком этапе развития надо искать менеджера. Первое. Не существует никаких особых мест, где сидят менеджеры и ждут, пока к ним придет артист и найдет их. Если вы задались себе целью найти менеджера, то эта задачка не из простых. Это в целом это задача про то, чтобы найти партнера условно в свой бизнес. Да, то есть, если вы артист, вы в этом развиваетесь и вы планируете этим зарабатывать, то, соответственно, вы думаете, было бы классно иметь кого-нибудь, кто делал бы все, что мне не нравится, но что нужно делать. И, таким образом, наш тандемчик, в общем-то, побеждал эту музыкальную индустрию. Вот я бы как артист занимался творчеством, а вот это вот все остальное делал бы кто-нибудь, кто в этом понимает и кому это интересно. Да, то есть, вот что называется менеджер, в принципе. Соответственно, как его найти? Задача не из простых. По сути, это задача, как найти порядочного, профессионального человека, который будет искренне верить в меня, как в артиста и видеть перспективы в моей карьере. Собственно, когда вы формулируете этот вопрос вот так, то это уже не кажется таким простым, типа, надо найти менеджера. Вот. Поэтому, как его искать? Как искать и все остальное в этом мире, примерно формулировать, что вы хотите получить от человека, находить, договариваться с человеком, какое-то время работать, понимать, что это вообще не то, разбегаться, делать выводы, становиться мудрее, находить следующего, опять не то, делать новые выводы, еще становиться мудрее и так далее, так далее, так далее. На какую-то итерацию вы найдете того самого человека, вы уже начнете разбираться в людях, вы уже точно поймете, что вам нужно и зачем вы ищете этого человека, и рано или поздно он придет. В некоторых случаях, ну, как бывает в реальности, в основном, ну, я не буду говорить в основном, просто так бывает, что менеджер-артист, это, как правило, его друг, который, ну, не совсем раздолбает, да, и способен обучаться, что называется, административной, такой управленческой работе, да, работе менеджера. Если вам повезло, у вас есть такой друг, который ответственный, который у вас верит и которому вы доверяете, то, собственно говоря, вопрос отпадает. Вот ваш менеджер, если ему интересно этим заниматься. Если такого человека, друга, изначально в вашем окружении нет, то, соответственно, как я сказал, ищите, через много попыток находите, что называется, родственную душу. Человека, который смотрит вам в одном направлении и умеет делать вещи, которые не умеете делать вы. Вот это, кстати, важный момент, да, менеджер должен уметь делать то, что не умеете делать вы. Если вы классный артист, но и у вас есть друг, который тоже офигенно творческий, и вы такие, ой, мы же друзья, давай ты будешь моим менеджером, он такой, да, давай, круто, то в итоге, скорее всего, вы разочаруетесь, потому что, ну, смысл в менеджере условно, которому неинтересно заниматься вот этой рутинной менеджерской работой. То есть, вы просто вдвоем будете делать творческую часть, а все, ну, короче, это не то, вам это не надо. Вот, я думаю, в принципе, более-менее понятно, как искать менеджера. Иногда легко, иногда очень сложно. В зависимости от вас, от того, какой вы артист, какая у вас карьера, ваше видение и все по этому духе. Касаемо обязанностей менеджера, частично уже затронули эту тему, то есть, зачем он нужен, в принципе. Тут вы, как артист, должны четко для себя понимать, да, как бы, если вы спрашиваете, нужен ли вам менеджер, ответить на этот вопрос можете только вы, но не Владимир Валин, да, который со стороны посмотрит и скажет, да, тебе нужен менеджер, а тебе не нужен менеджер, да. Вы сами должны это понимать. Если вы задаете себе вопрос, окей, вот у меня есть то, что есть, да, есть я, есть мое понимание, как моя карьера должна двигаться, есть факт, как она двигается, что я делаю, что я не делаю, все в этом духе. Если вы для себя понимаете, что, ну, в принципе, я все успеваю, я делаю треки, меня устраивает то, как я продвигаюсь, в целом у меня вопросов никаких нет, если у вас, ну, вот, как бы, вот такая позиция, да, как бы, если у вас нет никакой проблемы, то в целом и не надо никого искать. Если вы сами все успеваете, все делаете, то зачем вам менеджер, которому вы будете еще отдавать часть своих денег, вам это не нужно. Другой момент, если вы имеете то, что имеете, и вы понимаете четко, что, блин, 100% надо делать как-то продвижение иначе, потому что то, как его делаю я, меня не устраивает, 100% моя карьера должна развиваться немного иначе, потому что то, как я ее развиваю, меня не устраивает и так далее. То есть, если у вас есть, там, по образу в том числе, если у вас есть, в принципе, какие-то вопросы к тому, как все развивается с вашей карьерой артиста, то, ну, разумный, разумная мысль будет, что, да, мне реально нужен менеджер, который будет вот эти вещи либо делать, либо советовать мне, как делать, более опытный человек, да. И здесь тоже очень важно. Многие артисты изначально там, да, такие, мне нужен менеджер, я хочу менеджера, да. Но вопрос, вот еще раз, зачем он вам нужен? Потому что здесь тоже, как, есть такие две категории артистов, которым нужен менеджер, да, вот, и две категории. Первая категория – это, которым нужен менеджер, но, типа, ну, блин, круто, это же менеджер, типа, у меня менеджер, чуваки, смотрите, у меня менеджер, вот. Но, по большому счету, это все, для чего людям нужен менеджер, типа, чтобы сказать, что у меня есть менеджер. Прикольно, это статусно, да, человек батрачит на твою карьеру, круто же. И, но в рабочих ситуациях это, ну, происходит такое столкновение, что, типа, менеджер, да, он делает, как бы, свою работу, он что-то советует, он говорит, как нужно, как правильнее, да. И, допустим, это обосновывает, то артист может такое, типа, слушай, типа, я же музыку делаю, я сам знаю, как продвигаться. Вот. И, то есть, и таким образом получается, что у артиста как бы есть менеджер, но он в целом нахрен не нужен, да, потому что артист и так все знает. То есть, ему просто нужен менеджер, чтобы он был. Это первая категория. И вторая категория, это когда артист, да, четко понимает, так, чтобы мне достичь вот таких-то результатов в своей карьере, мне нужно, чтобы выполнялись вещи, которые объективно я делать не умею. Я не знаю, как правильно продвигаться, я не знаю, как устраивать свой образ, я не знаю, там, как давать мне интервью, да, чтобы это было хорошо, качественно и работало на мою карьеру, а не против, да, потому что некоторые артисты иногда дают интервью, и ты думаешь, лучше бы ты его не давал, вот серьезно. То есть, ну, в общем, бывает и такое. И в таком случае артист понимает, что, окей, мне нужен профессиональный человек, который будет помогать мне, и у которого будет, ну, какой-то вес, да, в его словах, в его предложениях, касаемо вот этой сферы, вот этой и вот этой, да. И артист находит такого человека, менеджера, да, через сколько-то итераций сложных, и в итоге появляется сильная команда, где реально есть артист, есть менеджер, и у них разделены сферы влияния, в которые артист не лезет в дела менеджера условно, а менеджер не лезет в дела артиста. Ну, например, либо там по договоренности, естественно, либо один лезет в дела другого, третий там туда-сюда. В общем, главное, чтобы было комфортно и эффективно. Соответственно, вот так, что касается того, нужен ли вам менеджер, вы должны сами ответить на этот вопрос. Первое, нужен ли он вам вообще? Возможно, что не нужен. А второе, зачем он вам нужен? Чтобы похвастаться перед друзьями или чтобы реально работать? Отвечайте на этот вопрос, и дальше уже, где находить менеджера, либо это человек, который уже есть в вашем окружении, которому интересно с вами работать, и он ответственный, и вы ему доверяете, и как человеку, и как профессионалу. Либо же вы начинаете поиски такого человека. И при этом нужно понимать, что, скорее всего, очень много раз вы найдете не того человека, но рано или поздно вы придете к идеальному своему кандидату-менеджеру, как угодно называйте. Собственно говоря, вот что я могу сказать по этой теме. Еще раз напоминаю, сайт wowvision.com, заходите, смотрите, берите нашу дистрибуцию. На этом все. Если есть какие-то вопросы, комментарии, сами понимаете. Все, всем спасибо, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok